Нельзя допустить исчезновение от цивилизации. Цивилизацию отличают порядок, безопасность, мир и чистота. Деградацию цивилизации грязь, хаос и безумие. Администрация Байдена ускоряет процесс. Вы видите это повсюду. Национальная хоккейная лига имеет, возможно, самую консервативную фанатскую базу. Но в последнее время под руководством комиссара НХЛ Гэри Бэтмена, которому очень хорошо платят, лига навязывает левую политику болельщикам и игрокам. НХЛ даже пыталась провести конференцию во Флориде только для меньшинств. Иными словами, когда белые мужчины играют в хоккей, это плохо. Губернатор Де Сантис помешал этому, потому что это очевидный расизм и безумие. Но на днях НХЛ провела нечто под названием Вечер Прайд в Филадельфии. Игрокам сказали, приказали надеть свитера цвета радуги в знак поддержки гендерного культа. Но один игрок отказался это сделать. Иван Проворов, защитник Филадельфии Флайерс. Репортеры были глубоко оскорблены. Ты должен надеть свитер! Почему ты не надел свитер? Все надели свитера! Вот что он сказал. Я уважаю всех, я уважаю выбор каждого. Мой выбор остаться верным себе и своей религии. Это все. Какова ваша религия? Русское православие. Герой. Джейсон Уитлок, наш старый друг, сейчас с нами на связи. Джейсон, спасибо, что присоединился. Я уважаю всех, я уважаю выбор каждого, и это мой выбор, потому что это моя религия. Казалось бы, вся страна, включая прессу, должна отступить в благоговении перед храбростью этого человека и перед ясностью его взглядов, поистине американских взглядов. Но люди ненавидят его. Что происходит? Ну, можно было также ожидать, что больше американских атлетов, рожденных и выращенных в христианстве, займут ту же позицию, что и этот русский парень. Но мы трусы. И, послушайте, трудно винить в этом НХЛ. Вся корпоративная Америка навязывает свою волю спортивным лигам. Вся корпоративная Америка уверовала в многообразие, инклюзивность и равенство, или как бы это там ни называлось. Так что они, корпоративная Америка, навязывают свою политику многообразия, равенства и инклюзивности. И сейчас они навязывают это спортивному миру. Я полагаю, не только в Национальной хоккейной лиге, в НФЛ, в Главной лиге бейсбола, в НБА. Если кто-то говорит вам, эй, у нас вечер прайд, и нам все равно, каковы ваши религиозные ценности, наденьте эту футболку, поддержите это. Они все дружно это сделают, потому что все они рабы корпоративной Америки. И таким образом у нас левые осознали, что один институт, одна мощная сила в поп-культуре, которая прививает и укрепляет консервативные ценности, это спортивный мир. И они используют корпоративную Америку, чтобы получить контроль над миром спорта и подчинить его воле левых, материалистов и безбожников. И НХЛ просто очередной пример. Они наняли, они объявили о назначении черной женщины Ким Дэвис, по сути, руководителем программы многообразия, равенства и инклюзивности. И они собираются исправить ситуацию с многообразием в Национальной хоккейной лиге. И исправление ситуации с многообразием в НХЛ означает, что у каждой команды будет отдел многообразия. И что на игроков будут напяливать футболки, заставляя их поддерживать повестку ЛГБТ, повестку БЛМ и любую повестку, направленную против традиционных американских ценностей. Самое печальное, что иностранец сделал это за нас. Много американцев все еще играют в хоккей. Немыслимо, но ни один из них не проронил ни единого слова. Где их самоуважение? Такер, здесь все предельно ясно. БЛМ – часть движения ЛГБТ, часть марксистского движения. Так что у нас есть атлеты в футболе, баскетболе, бейсболе, везде. Все они отрекаются от своих религиозных убеждений и перенимают убеждения корпоративной Америки и мировых корпораций. Они рабы доллара, они поклоняются доллару. Они поклоняются популярности и своему влиянию. У нас нет религиозных убеждений, у нас нет мужчин, достаточно отважных, чтобы отстаивать свои религиозные убеждения, за исключением этого русского парня. Это унизительно для нас, американцев. Да. Это многое говорит нам о нашей внешней политике. Джейсон Уитлок, как всегда, рад был тебя видеть. Спасибо. Спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok